Здравствуйте друзья, с вами Вула, на ваших экранах Том Кленс из The Division 2 и темой сегодняшнего видео будет прокачка, а точнее как быстрее апнуть 30 уровень и начать уже повышать гирскор, какие лучше скиллы использовать для удобного фаз прохождения, ну и еще парочку моментов. С одного, кстати, из таких моментов начнем. Самый простой способ это попросить друга, который вас возьмет с собой на высокоуровневые миссии. Вас, возможно, умеется там нормализуют до приблизительно его уровня, из-за шмота вам, конечно, будет сложнее, гораздо сложнее и придется играть аккуратнее, потому что даже с одной небольшой очереди вас смогут снести. Но это не важно, потому что на высоком уровне опыт будет просто течь рекой. За час там где-то возьмете уровень 10, еще за пару-тройку часов 20, ну и так далее добьете до 30. Но, если у вас нет друзей, тогда только соло. И первым делом забежим к контенданту. У него, кстати, за орлы можно взять вот в этой ячейке дополнительные бусты на опыт. Вы будете получать дополнительные экспозы за убийство в голову, в измивые точки противников, за массовые убийства, за гранат, например. Ну и за выживаемость, то есть вам будут давать опыт за то, что вы долго не умираете. Да, опыт со всего этого падает небольшой, его немного, но все же, это дополнительный опыт. Теперь уже перейдем к тому, чем же заниматься, чтобы быстрее апнуться. Ну, не нужно иметь семипядий волву, чтобы понять, что единственный способ это проходить миссии. Да ну нахуй! А для того, чтобы проходить все эффективнее, вам нужно запомнить несколько вещей. Забудьте про всякие пакеты, сундуки, рюкзаки и прочие шелупоинь, с которые падают ресурсы. Это только будет вас отвлекать от процесса. Это же касается и сундуков с оружием, и предметами. Увидели ящик с оружием? Ну и хуй с ним, пусть лежит, идите дальше. Вам по ходу прокачки вообще не стоит заморачиваться о луте. Подобранный автоматом или бронежилет вы спените минут через 10, потому что вам выпадет гораздо лучше. Опять же, забудьте про аудиозаписи, эхоголограммы. Если ваша цель быстрый кач, просто о сюжетке даже не думайте. Да, это как бы все часть сюжета, часть лора, но ваша же цель не узнать сюжет, а быстрее прокачаться. Забудьте про побочные активности на карте, типа освобождение заложников, срыв пропаганды, просто боевые действия или поиск контейнеров с орлами. Ну то есть контейнеров с очками спецтехнологий. Единственное, на что можно обратить внимание, это на контрольные точки. И то только в том случае, если вы пробегаете мимо. И то они нужны только для того, чтобы открыть к ним телепорт, чтобы быстрее телепортироваться. В других же случаях используйте уже телепорт к открытым опорным пунктам и тем же самым контрольным точкам, которые вы открыли раньше. Качайтесь только на миссиях, ребят. Не заморачивайтесь с проектами. На их выполнение уходит просто огромное количество времени, потому что для всех начальных проектов нужно искать всякую шнягу наподобие контейнеров с орлами, выполнять мировые ивенты, которые просто будут вас отвлекать. Таким образом, ваша прокачка состоит из беготни по миссиям. Основные, у которых награды в виде скиллов, второстепенные с наградой в виде очков спецтехнологий и по бочкам. Когда уже все миссии закончатся, последний, насколько я помню, будет остров Рузвельта. Но я могу ошибаться, потому что, если честно, уже запамятовал. Хоть и бей, не могу вспомнить, когда произошел переход на глобальный этап, после вот прохождения острова или после взятия 30 уровня. Но на всякий случай не выполняйте миссию на острове, ибо после этого может ворваться Блэйд Таск и всю карту у вас захватят. Поэтому перед прохождением этой миссии закончите все по бочке, а потом уже переходите в глобальный мир 1, потому что там у вас отберут все контрольные точки и у вас будет меньше места телепортации. Но это в том случае, если вы к тому моменту еще не взяли 30-й. Ну что ж, и последнее, о чем я хочу поговорить, это о скиллах, которые лучше использовать для ПВЕ прохождения. Так вот, в ПВЕ я лично предпочитаю два скилла. Это химустановка на отхил. Она просто превосходно хилит, как вас, так и союзников, если мало ли с друзьями играете. И использовать ее довольно просто. Нажали кнопку скилла, можете прицелиться и выстрелить в кого-нибудь. Ну, союзника имею ввиду. Если просто быстро нажмете два раза, то бросите ее под себя. И, в принципе, так работают практически все скиллы в игре. Если хотите отменить какой-то скилл, например, турель какую-нибудь или дрон, то просто зажимаете кнопку скилла и подержите. Он просто развалится и уйдет в КД. А вот вторым скиллом в прохождении я советую взять яйца. Это вот этот вот кластерный шар, который будет разваливаться на части и сам ехать к разным противникам. И вот они начнут валиться пачками сразу. А вы, соответственно, будете еще получать дополнительный опыт за одновременное убийство, о котором я, кстати, говорил в начале. Ну что ж, на этом все, друзья. Если это видео было вам полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, а также стримы. И играйте, ребят, только в хорошие игры. Всем удачи, всем пока.